коллеги сейчас видна ли страничка реглами по работе с регулярной перевозкой пока мы тут настраивали я увидел там пару вопросов куда заходить да вы заходите в раздел сотрудничество и далее выбираете под пункт реглами по работе с регулярной перевозкой и у вас откроется страница страница с нашим основным регламентом такая некая настольная книга для каждого менеджера при работе с регулярной перевозкой собственно все основные блоки у нас расписаны и для того чтобы нам понять о чем идет речь мы соответственно каждый блок с вами открываем и смотрим что же такое в зависимости от того какой вопрос возникает то есть вот например да я бронирую тур на регулярной перевозке и мне что-то непонятно вот первично необходимо заходить в регламент по работе с регулярной перевозкой для того чтобы вы могли четко понимать найти ответ на ваш вопрос да ну давайте начнем по порядку первое с чего начинаем что такое ли тайм лимит как известно по регулярной перевозке существуют тайм лимиты тайм лимит это срок до которого мы должны оплатить и выписать авиабилеты соответственно этот тайм лимит устанавливает авиакомпания оператор не устанавливает тайм лимиты не владеет их ими он не может их сокращать или например увеличивать очень часто в работе мы сталкиваемся с тем что агентство клиенты компании говорят о том что вот мы не успеваем сейчас оплатить увеличите пожалуйста нам тайм лимит нет это невозможно сделать почему потому что увеличить тайм лимит не существует такого определения увеличение тайм лимит это создание новой брони по актуальным тарифам авиакомпании вот для того чтобы то есть да когда мы бронируем у нас с вами по билетам формируется некая дата некий тайм лимит до которого действительно это бронь это видно будет сразу в нашем бронировании в строке по авиаперелетам соответственно мы понимаем что забронировав туру у нас допустим там до 20 января 12.00 билеты будут за нами но здесь еще очень важно понимать и в регламенте об этом сказано что авиакомпании на свое усмотрение могут менять тайм лимит повлиять на это никто не может происходит это в одностороннем порядке по инициативе самой авиакомпании то есть у нас был условный тайм лимит до 20 января потом через два часа 18 января мы узнаем о том что тайм лимит сокращен или вовсе аннулирован и наши билеты больше не действительны по этой причине мы всегда рекомендуем после подтверждения тура бронирования подтверждения его сразу вносить оплату не дожидаться наступления сроков тайм лимита сразу оплачивать для того чтобы билеты были за нами гарантирован значит тайм лимита да а далее тогда где мы можем посмотреть срок действия билетов да где он у нас указан он у нас указан в бланке подтверждения тура то есть указывается последний день оплаты авиабилетов прописывается дата время до которого мы должны оплатить и выписать авиабилеты и также указывается сумма предоплаты для выписки авиабилетов очень важно обратите внимание на то что сумма должна быть зачислена до наступления тайм лимита это первый момент и сумма по билетам должна была быть внесена в стопроцентном размере то есть если например мы с вами из предположим тысячи долларов вносим 900 долларов то авиабилеты не будут выписаны потому что суммы для выписки будет не хватать об этом в личном кабинете вам придет уведомление что суммы для выписки авиабилетов не хватает просьба внести такую-то сумму но тем не менее вам важно также понимать что здесь знаете как получается по чарта на перевозке у нас допустим да существует информация там внести о внесении 50 процентов и часто клиенты нашей компании путают при бронировании туров на регулярных GDS рейсах информацию да то есть мы забронировали с вами тур видим стоимость тура 1000 долларов внесли 500 долларов и думаем что все замечательно а допустим сумма предоплаты для выписки авиабилетов у нас с вами будет 600 долларов это что будет означать что суммы не хватает что билеты не будут выписаны в случае если билеты будут не выписаны они будут восстанавливаться по актуальному тарифу авиакомпании либо их может быть вовсе не быть уже мест свободных на рейсе той или иной компании все зависит от дат и так где же мы можем найти значит бланки подтверждения раз в личном кабинете когда вы переходите в ваш сформированный заказ напротив строки по перелету вы видите красным выделено тайм лимит и до такой-то даты да то есть вы четко понимаете что у вас билеты действительно до таких-то чисел эта информация следует напомню что ориентироваться можно на тайм лимит но следует не забывать о том что авиакомпании на свое усмотрение могут менять в одностороннем порядке срок действия этих тайм лимит значит по сроку действия то есть когда мы с вами бронируем авиаперелет авиабилеты на нашем сайте в GDS пакетах по некоторым авиакомпаниям сейчас уже доступна возможность просмотра срока действия тайм лимита то есть еще до нажатия клавиши забронировать по некоторым авиакомпаниям вы можете увидеть до какой даты будет ориентировочно действовать наша бронь наш тайм лимит по билетам но далеко не по всем и этот момент нужно учитывать так что не вся авиакомпания передает эту информацию что не всегда имеется техническая возможность по отображению тайм лимитов до бронирования поэтому если вы данной информации при бронировании тура в корзине тура не видите кто-либо из менеджеров нашей компании либо сам авиакомпания не могут предварительно ответить на вопрос а до какого будет тайм лимит то есть вот например частый тоже вопрос когда мы бронируем тур на регулярных рейсах вот я сегодня бронирую там условно на июль этого года да сколько же у меня будет действовать тайм лимит вот мы крайне не рекомендуем во-первых никто не сможет вам ответить на этот вопрос а во вторых не рекомендуем ориентироваться на деньги потому что они очень условны то есть компании может нам дать день на тайм лимит а сократить его через два часа может от неделю с рук действия этим лимита а сократить его через два дня то есть да Это непредсказуемая история. Такое существует, такое есть, но, тем не менее, мы не можем на это ориентироваться. Но на что мы точно можем ориентироваться, то есть при тайм-лимитах на ближайшие даты, мы понимаем, что это всегда короткие тайм-лимиты. Также, если мы с вами бронируем туры на лоу-кост-авиакомпаниях, низкобюджетных авиакомпаниях, то, как правило, тайм-лимит составляет 5-10 минут, либо его нет вовсе. То есть такие туры необходимо сразу оплачивать, либо делать автовыписку. У тех агентств, у которых есть депозит, они могут делать автовыписку билетов. То есть забронировали тур, выписали билеты, все. Эта история с билетами от нас уходит, мы забываем, у нас билеты выписаны, все замечательно. И тут мы плавно переходим к выписке авиабилетов, как она происходит. Если мы с вами... А, да, коллеги, еще не сказал. В нашем чате будет отвечать моя коллега Екатерина. В силу того, что технически при трансляции экрана я не вижу ваши вопросы. И поэтому Екатерина мне помогает на этом вебинаре. Она отвечает на все ваши вопросы, которые вы пишете. Екатерина как раз физически занимается обработкой туров на регулярных рейсах. Поэтому один из самых компетентных сотрудников нашей компании. И просьба ориентироваться на ее ответы в том числе. Значит, идем дальше по нашему регламенту выписки авиабилетов. Значит, для того, чтобы билеты были выписаны, как мы говорили ранее, необходима стопроцентная оплата суммы по билетам. То есть, если билет стоит 1000, то до наступления тайм-лимита на вашем заказе обязательно должно быть не менее 1000 условных единиц для того, чтобы билеты списались. В случае, если это происходит у нас с вами оперативно. Ну, например, ваша компания оплачивает только по безналичному расчету. Безналичный расчет может занимать до 3 дней. В основном они проходят быстро, но тем не менее. И, например, у нас сегодня с вами тайм-лимит до 11.30. Мы понимаем, что да, сейчас мы произвели оплату по банку, но физически деньги не будут зачислены на заказ и не произойдет автоматическая выписка авиабилетов. Что мы делаем в данном случае? В данном случае мы с вами платежное поручение прикрепляем к личному кабинету в переписке по данному заказу. Отправляем на почту оплаты fstrvel.com. Также копия платежного поручения с просьбой выписать данные билеты. Ну и, соответственно, выписка будет происходить уже не в автоматическом режиме, а в ручном режиме. То есть ведущий менеджер по заказу физически, совместно с отделом авиации, будут выписывать эти билеты до наступления тайм-лимита для того, чтобы мы успели их выписать. Также напомню, что агентства, которые имеют депозиты в нашей компании, они могут это делать согласно своему депозиту. Как выписывать билеты физически происходит выписка, мы чуть позже с вами увидим. Я вам покажу, где находится кнопка для выписки билетов. Но, тем не менее, важно понимать, что если мы с вами не успеваем до наступления тайм-лимита, чтобы деньги были зачислены, то мы везде максимально уведомляем сотрудников компании «Фанэссан» о том, что необходимо произвести выписку. Для этого прикладываем платежные поручения, либо используем, если есть такая возможность, другие способы оплаты. То есть те способы оплаты, по которым, там онлайн, например, где физически будет зачисляться оплата сразу же на заказ и автоматическая выписка произойдет. Например, что будет происходить, если мы с вами оплатили заказ до наступления тайм-лимита, но деньги физически не начислились? В данном случае авиакомпания эти билеты снимает. То есть статус по нашим билетам, он меняется из «забронировано» на «аннулировано». И срок действия тайм-лимита, он больше не актуален. И далее происходит уже восстановление данных билетов. Об этом поговорим тоже чуть позднее, но тем не менее, для того, чтобы вы понимали, то есть если нет оплаты, или она пришла позже, это оплата. То есть все, билеты мы с вами потеряли, и мы их восстанавливаем по актуальному тарифу авиакомпании. Какой он будет на момент восстановления, мы с вами не знаем. Никто не знает, это зависит от того, сколько мест на рейсе авиакомпании, сохранился ли данный тариф, который мы с вами бронировали условно 3 месяца назад, или неделю назад, когда мы бронировали и схватили отличный тариф, вот он, замечательная стоимость билетов. То спустя день, час, 10 минут, либо неделю этот тариф мог измениться, и соответственно будет восстановление уже по актуальному тарифу авиакомпании. А он может быть выше. Ну и в 90% случаев он, как правило, выше. Зачастую восстановить билеты по прежней стоимости просто невозможно. У авиакомпании больше нет таких тарифов, и авиакомпания уже восстанавливает по тому тарифу, который есть. Он в основном бывает дороже. Что касательно восстановления авиабилетов. То есть мы с вами, случилась такая история, когда по какой-то причине билеты не были выписаны в нужный срок. И соответственно необходимо их восстановить. Восстановление авиабилетов мы делаем самостоятельно. Мы можем это сделать самостоятельно, как клиенты компании. Для этого мы с вами переходим в личный кабинет, выбираем наш заказ. И напротив строки по билетам у нас с вами активно клавиша «изменить». Да, есть такая кнопка «изменить». Соответственно мы с вами нажимаем на нее и попадаем в выбор рейсов. Есть фильтры, то есть, например, если мы с вами вдруг не найдем нужных нам рейсов, например, они уже закончились. Физический самолет полный, больше нет. То мы можем с вами использовать фильтры для того, чтобы подобрать удобный нашим клиентам рейс. Ну и соответственно его потом забронировать. Далее мы перешли, выбрали интересующий наш рейс. Ну, предположим, идеальная картинка. Этот рейс есть. И он будет без доплат. Мы его выбираем, нажимаем на строке по билетам клавишу. И, соответственно, дальше уже сохраняем этот заказ. Таким образом мы с вами восстановили эти билеты. Они у нас уже будут автоматически с новым тайм-лимитом, да, с актуальным. Если без доплат замечательная, значит, стоимость по билетам у нас не меняется. Но, обратите внимание, есть здесь определенный нюанс о том, что восстановление билетов происходит, как правило, без багажа. Это важный момент, и нужно на него обращать внимание. Да, о том, что, ну, например, вы бронировали безбагажный тариф, и это клиенту устраивает, все замечательно. Вы восстановили билеты, все отлично. Если же клиентам необходим багажный тариф, и когда вы восстанавливаете билеты, такой тариф вам не предлагается, его нет, то в данном случае вы можете, ну, по сути, два варианта, да, это забронировать, самостоятельно восстановить этот авиеперелет, и в комментариях, в личном кабинете прописать просьбу о добавлении багажа. Либо использовать второй вариант, самостоятельно не восстанавливать билеты, а сразу комментарием в личном кабинете по данному заказу прописать информацию, что, уважаемые коллеги, там лимит истек, просьба восстановить по актуальному тарифу авиакомпании с багажом. Самостоятельно это сделать не можем и не будем. Что важно при самостоятельной выписке, восстановлении билетов или выписке, например, если вы принимаете решение восстанавливать это самостоятельно, да, то есть, ну, например, у вас был забронирован безбагажный тариф, вы понимаете, что те рейсы, которые доступны в личном кабинете при восстановлении, вас устраивают, вы делаете это самостоятельно. Но в этом случае не нужно прибегать к помощи ведущего менеджера. Это важный момент, потому что если произойдет такая ситуация, вы напишите в личном кабинете, уважаемые коллеги, просьба восстановить, там, да, билеты, самостоятельно сделать не можем. И вот написали, и почему-то через минуту вам не ответили, допустим, да, то есть подгорают сроки, необходимо очень срочно, быстро, но вы понимаете, вам не отвечают, вы готовы уже самостоятельно это делать и пытаетесь это сделать вновь самостоятельно. Так сделать нельзя ни в коем случае. Почему? Потому что произойдет задвоение бронирования, о котором мы можем все не узнать. То есть вы восстановите билеты в личном кабинете, ведущий менеджер по заказу создаст также бронирование у авиакомпании, и получится двойная бронь, о которой авиакомпания не всегда может нам сообщить, и, соответственно, мы об этом знать не будем. Это повлечет определенные штрафы, да, поэтому при восстановлении билетов всегда используйте один канал восстановления. То есть если вы восстанавливаете самостоятельно, отлично вы восстанавливаете самостоятельно. Восстановили все, вы не прибегаете к помощи ведущего менеджера. Если у вас какая-то сложная история, нет нужного перелета, нужной авиакомпании, или требуется добавить багаж, а вы видите, что доступны только безбагажные тарифы, тогда восстановление через ведущего менеджера. Но ни в коем случае самостоятельно это не делайте, если выбираете такой способ восстановления. Так, по этому подпункту все. Идем дальше. Что делать, если отель еще не подтвердили, а таймер и метр истекает? Вот помните, в начале вебинара я вам говорил о том, что данный рекламент, он в себе, ну, порядка там 99% всех вопросов, основных вопросов, которые могут возникать по регулярным рейсам, включает в себя. И здесь вы можете найти все ответы на эти вопросы. То есть, по сути, мои действия, если я клиент компании, и хочу, вот у меня какая-то ситуация с регулярными рейсами, то в первую очередь я иду в регламент и пытаюсь найти ответ на свой вопрос. Будь то, какие сроки таймер-имитов, как происходит выписка, а что делать, если у меня отель еще не подтвержден, а подходит таймер-имит по билетам. И вот здесь есть ответы на эти вопросы. Здесь есть перечень основных вопросов, на которые вы можете ориентироваться и понимать, как действует в той или иной ситуации. Поэтому, пожалуйста, ориентируйтесь на данный регламент. Значит, что касательно ситуации, когда у нас это еще не подтверждено, а таймер-имит истекает. Что будет происходить, если мы ничего делать в этой ситуации не будем? Да, то у нас билеты аннулируются авиакомпании, и, соответственно, далее будет восстановление. Либо вы самостоятельно через личный кабинет восстанавливаете по актуальным тарифам, либо, если у вас какая-то сложная ситуация, вы понимаете, что самостоятельно это сделать нельзя, тогда прибегайте к помощи ведущего менеджера по заказу, и он это уже будет делать на стороне авиадела и авиакомпании. Все понятно, но, тем не менее, здесь есть определенные нюансы с точки зрения тарифа по билетам, потому что тур у нас с вами забронирован, стоимость билетов у нас, условно, тысячу долларов, и если мы их не выпишем сегодня, а вылет у нас с вами через неделю, в принципе, мы с вами понимаем о том, что навряд ли авиакомпания сохранит предыдущую стоимость по билетам. И, скорее всего, если у нас таймер-имит с вами закончится, то новая стоимость билетов будет гораздо выше. И в данной ситуации вы можете эти билеты выписать. Но при этом вам нужно согласовать с клиентами, что если в случае неподтверждения забронированного отеля, они согласны рассмотреть альтернативные варианты. И если вы получаете от них согласие, от клиентов, что да, они согласны, если не будет отеля А, то они согласны на отель БВ в этом же ценовом сегменте, но они не хотят увеличения тура, не готовы на то, чтобы стоимость тура увеличилась, потому что у нас билеты с вами слетят, и, скорее всего, следующие будут уже дороже. По этой причине вы получаете от них согласие и можете выписать билеты. Как это происходит? Вы пишите в личном кабинете уведомление ведущему менеджеру о том, что сумма по стоимости авиабилетов внесена и зачислена на заказ. Предварительно вы должны это сделать, чтобы сумма по билетам уже была на заказе. И далее прописать комментарии в личном кабинете о том, что клиенты согласны будут рассмотреть альтернативы по отелям, просим выписать авиабилеты по туру. Все, тогда уже ведущий менеджер будет выписывать эти билеты в ручном формате для того, чтобы они, собственно, были выписаны и стоимость тура у нас с вами не увеличилась. Это в случае, как вот, да, подзаголовок нашей темы, это если у нас еще отель не подтвержден, а там ремит истекает. Для фиксации стоимость такое происходит, и происходит достаточно часто, потому что на ближайшие даты, а, например, сейчас общая тенденция о том, что все-таки бронируются туры на неделю-две, то есть на ближайшие даты, чем в глубину, скажем так. И по этой причине последующие тарифы от авиакомпании, как правило, дороже. То есть в тайме они закончился, следующий тариф будет уже плюс сколько-то условных единиц, и не всегда туристов это устраивает. Кто-то вообще хочет с этим, так скажем, иметь дело, но мы с вами обязаны знать, что мы можем сделать в данной ситуации. Но бывают клиенты, которые говорят, нет, мы хотим только в забронированном отеле размещение, другие отели мы не рассматриваем, будем только в нем. И, соответственно, не согласны выписывать сейчас авиабилеты. Будем выписывать билеты по актуальным тарифам, тогда, когда подтвердят отель. То есть, так, дальше. Значит, что делать, если не выписали билет в установленный тайм-лимит? Да, здесь у нас, опять же, да, вот мы с вами проговаривали этот момент о том, что билеты вы можете обновить самостоятельно в личном кабинете. Да, то есть у нас истек тайм-лимит, пришло уведомление о том, что билеты больше не актуальны, тайм-лимиты истек аннулированы. Или вы видите, что тайм-лимит по билетам стоит 17.01, да, вы просматриваете заказ 18.01, да. То есть, ну, понятно, что билетов больше нет, и, соответственно, их можно восстановить. Вы делаете это самостоятельно в личном кабинете. Восстанавливаете, и, собственно, привязываете по актуальным тарифам те рейсы, которые у вас будут. И сохраняете выбранные, полученные результаты. Что дальше? Да, по добавлению багажа, да, вот здесь вот еще обращайте внимание на нюансы, да, которые вот возникают. Вот, например, в предыдущем пункте мы с вами увидим, что в случае вылета клиента по 24 часов и менее с даты бронирования восстановление возможно только через ведущего менеджера по заказу. Необходимо прописать комментарий об этом в личном кабинете. Да, то есть вот, когда у нас очень срочно, когда у нас вылет самый наиближайший, то здесь необходимо, да, вести коммуникацию уже через ведущего менеджера по заказу, потому что могут возникать какие-то технические ошибки, либо вы физически не сможете, у вас кнопка «Восстановить билеты в заказе» будет неактуально, вы не сможете это сделать самостоятельно. Поэтому делаем через ведущего менеджера. По добавлению багажа дополнительных услуг. То есть, когда мы с вами бронируем тур, у нас уже есть возможность выбора тарифов, которые включают в себя багаж. Мы сейчас с вами это чуть позже посмотрим, на конкретном бронировании, как это выглядит. То есть, по умолчанию, те тарифы, когда мы подбираем с вами тур, у нас выходят самые экономичные тарифы всех авиакомпаний, доступных на выбранный период. И, соответственно, многие тарифы, заранее не включая в себя багаж. Этот багаж можно выбирать, заменяя тариф. То есть, мы с вами меняем тариф с одного на другой, и тем самым получаем наличие багажа в нашей броне. То есть, это выглядит приблизительно следующим образом. Но мы с вами еще дополнительно, но чуть позднее остановимся и увидим. Давайте перейдем дальше по поводу инфанта. Нюансы при бронировании. Если возникают ошибки, то мы повторяем бронирование вновь. То есть, например, вы бронируете тур с инфантом, и вдруг весь заказ автоматически аннулируется. Кстати, по поводу автоматической аннуляции туров. То есть, иногда встречаются случаи, когда вы бронируете заказ, и по непонятным причинам происходит автоаннуляция заказа. То есть, заказ становится в статусе аннулированным. И причина в этом, в 99% случаев, в том, что неверно мы не успели забронировать тариф, который предлагала авиакомпания. Потому что в моменте бронирования, пока мы с вами вносили паспортные данные клиентов, авиакомпания уже поменяла тип тарифа, и он более неактуальный. Однако, мы с вами об этом узнаем, только физически сделав бронь. То есть, когда мы в корзине вводим паспортные данные, все ввели, нажимаем клавишу забронировать, у нас с вами заказ появляется, но он сразу появляется в статусе аннулированного. В этом случае мы можем с вами либо самостоятельно установить билеты, зайдя в этот заказ, и нажав клавишу изменить, прописав в личном кабинете комментарий о том, что билеты там восстановлены, и просьба восстановить заказ. Либо достаточно просто подождать 20-30 минут для того, чтобы тарифы авиакомпании обновились во всех системах по интеграциям, и сделать это бронирование вновь. И скорее всего, опять же, в 99% случаев система позволит уже забронировать тур по актуальным перелетам. С чем мы сталкиваемся при бронировании инфанта? Часто возникает такая ситуация, когда мы бронируем инфанта, и у нас происходят ошибки различные при бронировании, то есть автонуляция заказа, как одна из них. Что можно с этим сделать? Так как в системе бронирования по билетам требуется длительное написание инфанта, то есть фамилия, имя и так далее. Иногда количества символов технически не хватает. Сокращать фамилию либо имя нельзя, но можно будет условно сократить отчество инфанта для того, чтобы система пропустила. То есть наша задача сократить количество символов по инфанту, если у нас такое присутствует, и система дает различные ошибки. Либо восстанавливать уже через ведущих менеджеров по заказу. На что бы еще хотел остановиться, это по ошибкам. Тоже немаловажный момент. Когда мы с вами бронируем туры на регулярных рейсах, важно, чтобы ошибок в написании фамилии, имени, даты рождения, серии номера, паспорта у нас не было. То есть есть ошибки критические, по сути это все, кроме одной единственной не критической, это мистер и миссис. Она не считается критической, то есть гендерная принадлежность клиентов, она не считается критической для авиакомпании и допускается неисправление. То есть условно мы там бронируем сухого Кирилла и поставили ему миссис. Это не считается ошибкой, но если клиенты говорят о том, что нет, у нас должно быть правильно, мы хотим изменить, а у нас билеты с вами регулярно уже выписаны, в этом случае будет взиматься штраф за перевыписку авиабилетов. Это услуга платная, стоимость ее 1700 рублей за внесение исправлений, то есть не только мистер месяц, это также и паспортные данные, то есть например часто сталкиваемся с такой ситуацией, ну и она в принципе происходит, когда клиенты бронируют тур на регулярных рейсах с истекающим либо истекающим допустим загранпаспортом или там российским паспортом. Вот они забронировали сегодня, летят они когда-нибудь в июле и вот в надежде, что в середине июня они получат новый паспорт и могут изменить. Да, гипотетически изменить это можно, но важно информировать клиентам о том, что любые изменения по турам с регулярными рейсами они платные. Стоимость его 1700 рублей это уточняется конкретно в каждом конкретном случае у конкретной авиакомпании потому что например у нас есть лоукост перевозчики низкобюджетные такие как Победа допустим у которых могут быть иные штрафы за внесение изменений которые могут достигать 5000 рублей или есть авиакомпании которые в принципе не допускают какие-либо изменения при желании клиентов внести изменения они говорят отлично данные билеты будут аннулированы со 100% штрафом бронируйте новые билеты по актуальному тарифу да это вот самая такая нехорошая ситуация но тем не менее такое возникает нам важно всем запомнить что при бронировании туров на регулярных рейсах мы максимально внимательно вносим паспортные данные и предупреждаем наших клиентов о верности всех паспортных данных что в случае изменения чего бы то ни было паспортных данных паспортов и так далее возможно штрафы от авиакомпании за внесение изменений вот это важная информация и нужно понимать что как с чартерами мы здесь уже не сможем а что будет если например мы внесли с вами ошибку допустили ошибку сделали бронь допустили ошибку и не хотим ничего никому платить ну считаем ее почему-то допустим внутри себя глубоко где-то в душе о том что она не критическая например там часто бывает такое в написании фамилии когда в целом звучание фамилии не меняется но по транскрипции она пишется все-таки иначе либо с какой-то буквы либо вместо какой-то буквы но тем не менее вроде звучания у нас остается прежним важно понимать что авиакомпания в случае наличия ошибки может не допустить на посадку клиентов да то есть как бы нам не казалось что ошибка может быть не критическая тем не менее клиенты в аэропорту могут столкнуться с такой ситуацией когда их могут не посадить на рейс поэтому допустим допущение каких бы то ни было ошибок по сути запрещено по регулярным рейсам здесь должна быть у нас максимальная правильность понятность и так далее и также мы с вами должны четко понимать что мы будем делать в ситуации если такую ошибку допустили все таки вот по ошибкам надеюсь понятно первично да мы с вами сейчас в рамках вебинара не сможем запомнить сразу все потому что все таки это регламент да регламент в себе содержит очень большое количество различных нюансов которые могут происходить которые возможно еще там не так досконально проработаны где-то у нас у нас идет непрерывное улучшение да то есть если сейчас сравнивать систему бронирования ГДС и ту систему бронирования ГДС которая у нас была в нашей же компании там 4 года назад ну наверное это земля и неба да то есть постоянно идет улучшение происходят какие-то обновления становятся удобнее понятнее появилась самостоятельная выписка билетов агентствами да это в 99% случаев это гораздо быстрее удобнее и понятнее ну а всем вы можете это сделать сами гораздо быстрее чем вы напишите об этом комментарии далее ведущий менеджер по заказу должен дойти до этого комментария взять его в работу направить запросы в авиакомпанию в авиаотделы и так далее обновить пенары в этом заказе чтобы обновилась стоимость чтобы прикипелись новые билеты то есть зачастую это очень трудоемкая и долгая работа в то время как вы это самостоятельно в личном кабинете это можете сделать буквально за 2-3 минуты и у вас новый билет и работа продолжается дальше на самом деле это удобнее и быстрее но также следует не забывать что и авиакомпании да и наш мир туризма в частности он максимально динамичный у нас происходит пандемия у нас происходит развитие спецоперации и так далее при этом при всем меняются правила какие-то авиакомпании то что они разрешали раньше не разрешают вводят какие-то дополнительные условия там ковидные ограничения коих становится все меньше и меньше с каждым днем но тем не менее они бывают вновь возникают да то есть очень много нюансов но тем не менее с этим можно работать и главное понимать как да и вот это понимание как работать с филаментом по работе GDS это дает вот этот документ который есть у нас на нашем сайте так у нас с вами остается уже немного времени я предлагаю попробовать сделать тестовую бронь на нашем сайте для того чтобы вы могли это увидеть как происходит физическое бронирование как появляются эти заказы для тех кто еще допустим не бронировал и не сталкивался с работой по регулярными рейсами для этого мы с вами заходим в поиск тура да на агентской версии выбираем то что нас интересует ну например мне интересно все программы на GDS допустим дальше я выбираю какие-то даты да ну условно я не знаю я возьму там май этого года какую-нибудь дату подальше продолжительность ночей от 7 до 7 ночей у меня два человека и я хочу забронировать какой-нибудь тур увидеть какие вариации вообще доступны мы выбираем все параметры система у нас с вами подгружается мы с вами видим уже первичные цены по выбранным нам позициям то есть допустим с 24 05 какая-то гостиница парадайз ретрит кисхаус на мальдивах на типы питания завтраки категория номера указана и стоимость 167 796 выдает нам с вами поезд тура обратите внимание что при бронировании GDS рейсов у нас с вами часто видна такая аббревиатура по продолжительности когда мы с вами видим не конкретное количество то есть мы с вами выбрали 7 ночей а в поездке тура мы с вами видим 6 плюс 1 это означает что перелет у нас будет в одну из сторон в рамках ночи то есть мы будем плюс ночь лететь неважно это может быть вылет в 22.00 а прилет в час ночи все равно это уже будет другая как другой день поэтому система сразу указывает 6 плюс 1 то есть мы с вами будем 6 ночей находиться в данном случае на Мальдивах проживать и перелет у нас будет плюс 1 ночь допустим этот вариант устраивает наших клиентов мы нажимаем на выбранную стоимость и хотим забронировать этот тур переходим в корзину вводим наш логин и пароли сейчас одну минуту системы у нас подгружаются здесь важно понимать что в корзине кто хочет полет дляехав ении корректная стоимость по заказу да то есть в корзине тура мы с вами видим итоговую верную стоимость по тому туру который мы с вами выбрали что значит корректная стоимость это значит что актуальная стоимость по перелету сюда уже добавляются все обязательные доплаты, которые существуют по разным направлениям. Ну, например, по Мальдивам это там грин-таксы, да, которые всегда идут в корзине тура. Грин-такс это государственный налог местный, который добавляется обязательно для каждого бронирования. Он добавляется. Может быть, существуют какие-то обязательные доплаты в виде, допустим, новогодних ужинов, да, если бы мы с вами говорили о Новом Годе, да, то есть корзина это то, на что мы с вами ориентируемся. Так, допустим, вот мы с вами перешли в в туры, да, то есть вот мы с вами попали в корзину тура, здесь нам предлагаются с вами авиабилеты, да, вот, ну, допустим, там первые рейсы, да, нам выходит Эмирейс совместно с Хлайдубай на возврате, на последний. Допустим, клиентов устраивают, мы с вами выбираем этот рейс, он нам нравится, нам также нравится информация о том, что здесь багаж уже включен, да, то есть вот тариф уже сразу включен, указано количество килограмм включенных в этот тариф. Если клиентам, допустим, необходимо что-то иное, то есть, помните, мы с вами говорили о том, что при подборе тура у нас автоматом подгружаются самые экономичные рейсы, доступные по данному направлению, да, да, и эти экономичные рейсы, как правило, могут быть невозвратными, могут не включать багаж, да, то есть вот они экономичные. И если нашим клиентам требуется что-то иное, например, нам нужен багаж, а у нас выходит только безбагажный тариф, или мы хотим, чтобы тариф был, допустим, возвратный, или мы хотим заменить вообще класс, там, обслуживания, да, потому что знаем, что на каком-нибудь флекс плюс дают гораздо больше еды по условно, да, по данному направлению, то мы это можем делать в корзине тура, нажав на клавишу такого багажа и меняем выбранный нами тариф, да, то есть разная вкладка, это разные тарифы, здесь прописаны некие условия, и, соответственно, при нажатии, то есть мы там выбрали какой-то тариф, нажимаем на клавишу заменить тариф, и система у нас пересчитывает уже билеты по данному туру с учетом выбранного тарифа, ну, то есть, например, мы же тарифы можем еще поменять там от веса багажа, ну, например, клиентам нужно, чтобы вот обязательно был на первом отрезке 35 килограмм багаж, вот, пожалуйста, можем выбрать вот такой тариф, или можем выбрать там какой-то тариф максимальный, где на всех отрезках будет у нас по 35 килограмм в обе стороны, и тут же мы с вами видим размер доплаты, который у нас будет при замене тарифа. Это тоже очень важно, это относится к бронированию, да, регулярных рейсов, и такая возможность у нас есть. Ну, допустим, нам ничего не важно, мы вот, тот тариф, который нам выходит, он нас устраивает, потому что здесь есть багаж, также обратите внимание, в колонке доплата прописываются те доплаты, которые доступны, которые актуальны по выбранным нами рейсам при бронировании, то есть, сейчас, вот у нас здесь доплата указана 4414 рублей, и того, за двух человек, то есть доплата рассчитывается сразу на всех туристов, которые мы с вами выбрали, и на те рейсы, которые мы с вами выбрали. Она у нас включена, мы с вами ее выбрали. Дальше, доп.услуги, помните, что по всем турам, вне зависимости, вот, регулярные рейсы или чартерные, доп.услуги мы с вами можем менять в корзине тура, да, то есть, доп.услугами в том числе и страхование называются, да, то есть, страховки, если какие-то есть пожелания у клиентов, мы также меняем с вами в корзине тура, добавляем, удаляем, и так далее. Дополнительные услуги меняем, ну, там, здесь, например, да, по Мальдивам, зачастую, некоторые отели предлагают несколько видов трансфера, то есть, это, допустим, может быть, скоростная лодка и, допустим, доместик флайк, внутренний перелет. Соответственно, эти дополнительные услуги мы с вами можем заменить также в корзине тура, убирая одну, добавляя другую. Базовый, самый экономичный вид трансфера уже включен в стоимость тура, мы его видим, он уже посчитан в стоимости, поэтому здесь доплачивать ничего не нужно. Допустим, предлагается еще СИП-сервис, да, то есть, это встреча индивидуальная в аэропорту. Пожалуйста, мы хотим, мы можем эту услугу сюда добавить, тогда, когда мы будем с вами пересчитывать тур, система уже будет пересчитывать с учетом тех услуг, которые мы с вами выбрали. Так, ну, допустим, вот мы с вами выбирали тур и стоимость у нас с вами была, давайте попробуем в валюте, допустим. Так, просто нагляднее будет. 2,370, перешли в корзину тура, у нас с вами видим доплата по билетам 4,414, дальше мы с вами нажимаем на клавишу пересчитать. Система у нас будет пересчитывать этот, весь тур, все те услуги, которые мы с вами выбрали, заменили, добавили, или наоборот убрали что-то, что нам было не нужно. С учетом всего и выдаст нам итоговую стоимость по туру, на которую мы можем ориентироваться. Потому что иногда встречается такая ситуация, когда клиенты нашей компании смотрят стоимость тура, она стоит 2 тысячи, проваляется в корзину тура, она становится 2,100 и без внимательного ознакомления, а что же в корзине тура прибавилось, убавилось, люди не понимают и там, да, условно считают какими-то ошибками и так далее. Корзина тура не может являться, ну, по факту ошибкой, как правило, в 99% случаев здесь всегда актуальная стоимость с учетом всех внутренних СПО от отелей. Ну, например, да, происходит пересчет туров по направлению, в поиске тура мы с вами видим одну стоимость, а в корзине тура, она, допустим, больше или бывает меньше, что реже, но тем не менее, она меняется, да, и мы зачастую хотим подтвердить по цене поиска тура. Это невозможно, да, потому что актуализация всех тарифов как по наземным услугам, так и по авиаперелёту, она расположена именно в корзине тура. Поэтому мы всегда ориентируемся, когда мы коммуницируем с клиентами именно на финальную стоимость с учетом всех тех доп. услуг, всех тех доплат, которые могут возникать именно по корзине тура. Итак, мы с вами видим, что стоимость тура у нас стала 2,570 с учетом всех деталей. Мы здесь можем посмотреть размер своей комиссии, да, сколько у нас. Мы видим информацию по забронированному тарифу, да, что у нас включено, какое количество багажа, там и так далее. Так, да, и информация по рейсу. Соответственно, далее мы с вами должны внести, ну, допустим, клиента все устраивает, все замечательно. Мы с вами дальше вносим паспортные данные клиентов для того, чтобы уже закончить это бронирование и у нас сформировался тот или иной заказ. Произвольно выбираем какие-то любые даты. выбираем выбираем Тип документа, который у нас есть, например, по Мальдивам, безусловно, это будет у нас с вами загранпаспорт. Обратите внимание, кстати, что Мальдивы достаточно лояльное направление, по которому срок действия паспорта месяц. И при сроке действия паспорта месяц мы с вами можем поехать в эту страну абсолютно без проблем. Продолжение следует... Так, паспортные данные с вами внесли. Так, система пересчитала, данные приняла и, соответственно, мы с вами можем уже начать бронировать. Обязательно нужно пересчитывать. То есть, если мы с вами что-то внесли некорректно, должен происходить пересчет на случай, если, например, тарифы по билетам изменились или произошло какое-то обновление внутреннее. Цент по этой причине, ну, у нас любое изменение идет через пересчет. Так, на минуту... Так. 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 дискаус, который мы с вами выбрали, это один из самых экономичных видов размещения. И Мальдивы, они в последнее время стали более доступны как направление большему слою населения. То есть, если раньше это было всегда очень дорого и только для избранных, то сейчас это уже люди даже с небольшим бюджетом могут посетить эту страну, потому что Мистуров там стартует периодически от 60 тысяч рублей, от 58 тысяч рублей на человека. С учетом проживания и перелета. Итак, мы с вами забронировали заказ. У нас присвоился номер, у нас видна стоимость и сейчас мы хотим посмотреть, что же у нас в итоге получилось именно по билетам. Значит, что мы видим? Да, у нас забронированы рейсы. Здесь есть детализация по этим рейсам. Видим, что тайм-лимит до 21.01.22.57. Мы можем с вами изменить перелеты в случае, если они у нас там слетели или стали... Что-то произошло с заказом. Можем их поменять. Здесь же мы могли бы с вами выписать эти билеты. Здесь же была бы доступна кнопка выписать билеты при наличии оплаты на заказе либо при наличии депозита. Если у вашей компании есть, вы там много и часто работаете с нашей компанией, у вас есть определенный депозит, в рамках которого вы можете... В рамках лимита которого вы можете выписывать билеты. Например, нам нужно изменить перелет. Мы с вами нажимаем клавишу на изменения и, пожалуйста, мы здесь можем выбрать перелеты, доступные на данный момент по этому направлению. И вот здесь большое количество рейсов без доплат, с багажом, с разной вместимостью багажа, различные авиакомпании, ИК, ФЗ и так далее. То есть можем выбирать то, что будет нужно нашим клиентам в случае, если наш, допустим, тайм-элемент изменился. Изменять перелет в одностороннем порядке до выписки никакого смысла нет, потому что здесь будет происходить какое-то задвоение бронирования ни к чему. Здесь же в личном кабинете, ну, например, что-то у нас происходит по нашему заказу, мы не понимаем, что у нас здесь есть ссылка на регламент по работе GTS. То есть вы из личного кабинета сразу можете перейти на регламент и посмотреть ответы на те вопросы, которые у вас возникли при бронировании, что тоже в целом удобно и понятно. По тайм-лимиту, да, вот, ну, например, я вижу 21.01. Замечательно. Если у меня, например, заказ будет сегодня подтвержден, то, наверное, я сразу же побегу его оплачивать для того, чтобы выписать эти билеты. Потому что я не хочу, чтобы у меня потом стоимость билетов изменилась, и потом объяснять клиентам, а вот ваш тур стоил там 2 500, а теперь будет стоить 3 000, потому что вот билеты стали дороже. Да, ну, то есть это вот совсем ни к чему, это история, клиент пришел, внес оплату и все. По идее, вот, как из чарда на перевозку, и там ситуация меняться не должна. Все должно быть так, как он хотел, а наша с вами задача, да, сделать максимально удобно и понятно, да, чтобы вы при бронировании там регулярных рейсов не опасались их и не думали, что, ой, сейчас это будет очень сложно, это будет какие-то кучи нюансов, которые нужно выучить. Там нет, ничего учить не нужно, нужно просто знать, где расположены регламенты и им пользоваться. Там ответ на 99 вопросов уже сосредоточены, они уже есть. Да, возникает вопрос, переходим с вами в регламент и, собственно, читаем, что же там написано, чего нам не хватает, да, и так далее. Если там подходит тайм-лимит, или у нас нужно выписать билеты, отель не подтвержден, или у нас допущена какая-то ошибка, или мы понимаем, что будет допущена ошибка, потому что клиенты нам не сообщили, что вот они там, я не знаю, в мае расписываются, у них будут уже новые паспорта, там у девушки будет новая фамилия, серия номер паспорта, там и так далее, да, то есть возникает ситуация по регулярным рейсам, мы с вами переходим в регламент, смотрим, что мы можем сделать с билетами, да, и как себя вести в той или иной ситуации. Что по регламенту, да, наверное, это основное, это все, что хотелось без сильного углубления в каждые детали, понятно, что мы с вами не рассмотрели все возможные ситуации, которые могут возникать, их бывает очень много, и некоторые из них бывают, там случаются раз в 25 тысяч бронирований, да, и редко у кого повторяются, бывают исключения различные, но в целом плюс-минус основные вопросы у нас всегда идентичны, да, допустили ошибку, а вот у нас билет, а вот у нас тайм-лимент был до 21 на 1, а почему-то 18 на 1, 12.30 у нас билетов больше нет, а почему так, а зачем кто-то удалил, а кто удалил, да, то есть вот у клиентов компании очень часто возникают такие вопросы, да, вот непонимание, и чтобы исключить это непонимание создан вот этот регламент, как, знаете, как говорят, да, умен не тот, кто все знает, а тот, кто может быстро найти, вот, и, собственно, вот этот вебинар, он и был посвящен в большей степени тому, чтобы вы знали, вы могли ориентироваться, вы могли быстро понимать, где какую информацию можно найти, откуда подчеркнуть. Также вы можете обращаться к ведущим менеджерам по направлению, да, то есть если какая-то сложная ситуация, ответ на которую вы не можете найти в регламенте по работе с GDS, конечно же, вы всегда пишите в личном кабинете, что, уважаемые коллеги, вот ситуация такая, как правильно действовать в сложившейся вопросе, да, что необходимо сделать, может или помочь, или не может, и наш менеджер всегда вам ответит, потому что большая компетенция у коллег. Коллеги, хотел вас поблагодарить за внимание, да, если остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в чате, надеюсь, Екатерина помогала и отвечала на все, да, запись эфира будет, я вижу тут часть вопросов, она будет доступна в разделе Академия на нашем сайте, вы можете ее потом скачать, да, и при необходимости пользоваться. Хотел, так, Елена уточняет, как быстро оплатить, чтобы не потерять лимит, способы оплаты, они указаны у нас на сайте, да, у нас можно оплачивать онлайн, можно оплачивать банковским переводом, вы выбираете тот способ, который удобен вам и вашей компании. Наиболее быстрые все-таки, да, это онлайн платежи, то есть деньги зачисляются в рамках 15 минут, соответственно, это будет быстрейшим способом. Поскажите, как выписали билеты в литин-кабинете, если есть лимиты у агентства, я так понимаю, депозит имеется в виду, да, если у вас есть депозит, то у вас также напротив билетов будет доступна кнопка выписать билет, и нажав на которую происходит выписка авиабилетов. Вы можете это делать автономно, не прибегая к помощи менеджеров. Если вдруг кнопки выписки билетов у вас, она у вас отсутствует, то, соответственно, вы ориентируетесь уже на комментарии через личный кабинет менеджеров. Так, почему статус по билетам отменен? Так, давайте посмотрим. я думаю по той причине, что физически бронь не была сформирована, да, то есть здесь нужно будет чуть позже проверить по заказу. Вполне возможно, что здесь не создалось бронирование по билетам, и, соответственно, их нужно будет восстанавливать. Кристина уточняет, где найти информацию о сумме оплаты минимальной. Ну, у нас есть не сумма минимальная, да, минимальная в данном случае подразумевается полная стоимость по билетам. Она доступна в бланке подтверждения по заказу, вы можете там посмотреть, либо, да, вы можете посмотреть в стоимости в личном кабинете. Вот, смотрите, в просмотре заявок стоимости сроки оплаты, допустим. Сейчас. А, да, это неудачный пример. Я возьму здесь немножко не покажу, потому что у нас тут вопрос по самим билетам. тем не менее, да, то есть, когда вы переходите в стоимости сроки оплаты по подтвержденному туру, то можете посмотреть там. Да, в любом случае, благодарю вас всех за внимание. Надеюсь, вебинар был полезен. По крайней мере, вы запомнили главное, а где же найти ответы на эти вопросы. Они у нас заточены в регламенте по работе GTS. Вы знаете, где он расположен, в разделе сотрудничества и далее регламент. Благодарим за ваше время, желаем хорошего дня и отличных продаж. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok